Барселона Барселона уволила с поста директора Пере Гратакаса, сообщает пресс-служба каталонцев. Это случилось после того, как специалист ранее сообщил, что нападающий команда Лианнель Месси не был бы так хорош без своих партнеров по команде. Накануне Гратакас в одном из интервью сообщил, Барселона это не только Месси, он очень важен, но побеждает вся команда. Без Неймара, Суареса, Иньесты Пике и других футболистов Лианнель не был бы таким хорошим игроком. Официальный сайт каталонского клуба объяснил увольнение специалиста следующим образом. Гратакас был освобожден от должности директора за то, что публично высказал свое мнение, которое не совпадает с интересами клуба. Румынский нападающий Депортиво Флорин Андоне был признан лучшим футболистом чемпионата Испании в декабре, сообщает пресс-служба клуба. Андоне записал на свой счет три гола и голевую передачу в четырех матчах команды в прошлом месяце. Дубль Румын оформил в домашней встрече с Реал со Седатом, голевой передачей он отметился в гостевом матче с Реалом, а еще один гол забил в домашней игре со Сосуной. Всего на счету Андоне в нынешнем чемпионате Испании шесть забитых голов в семнадцати матчах за Депортиво. Главный тренер Манчестер Юнайтед Джозе Муринио в преддверии домашнего матча 21-го тура английской премьер-лиги с Ливерпулем согласился с мнением, что у него и наставника красных Юргена Клопа есть общие черты характера, но при этом дал понять, что он более спокойный, нежели его немецкий коллега. Возможно, у нас есть некоторые схожие качества, но у нас есть наверняка и другие черты, которые делают нас действительно разными людьми и тренерами. «Думаю, он ожидает этого матча так же сильно, как и я. Он мотивирован, как и я. Я не уверен, что он так же спокоен, как и я. Но это всего лишь еще одна большая игра в наших карьерах. Каждый обладает собственной индивидуальностью и тренерским стилем. Я, как и каждый тренер, хочу побеждать», – цитирует Мауринио Sky Sports. В ближайшее время полузащитник ПСЖ Блес Матюди получит предложение из Китая приобрести игрока сборной Франции хочет Шаньдун Лунэн, сообщает TF1. По данным источника, китайский клуб готов предложить 29-летнему футболисту 40 миллионов евро за два года. Действующий контракт игрока с ПСЖ истекает в июне 2018 года, и парижский клуб предложил ему продлить соглашение до 2020 года. Летом 2016 года Матюди был близок к переходу в Ювентус, но президент ПСЖ Наср Аль-Халяфи не отпустил игрока. Вы смотрели Футбол Ньюс. Самые актуальные новости футбола. Подписывайтесь и будьте в курсе. Футбол Ньюс Футбол Ньюс Продолжение следует...